Сколько тебе понадобится денег, чтобы прожить в Соединенных Штатах Америки в месяц? Давайте посчитаем. Если ты приехал с семьей взрослых двое и один ребенок, любому вам нужна будет квартира с двумя спальнями. Такая квартира будет стоить в пределах 2000 долларов в месяц. В некоторых штатах может доходить до 3500 долларов. Будем считать по штату Колорадо. 2000 долларов, двухспальневая квартира. Считаем дальше. На еду вы будете тратить приблизительно 1000 долларов на семью. Покупать свежие продукты, мясо, рыбу, сладости, соки. Не отказывать в себе. В среднем поход в магазин будет обходиться 250 долларов. Автомобиль. Без средства передвижения в Америке прожить невозможно. Поэтому все приобретают по приезду сразу автомобиль. Кто-то попроще, кто-то получше. Посчитаем средний кредит, который вы возьмете автомобиль. 500 долларов в месяц. Страховка на семью. Если вы будете работать селф-эмплойментом, то есть самозанятым. На семью страховка будет вам выходить приблизительно 500 долларов в месяц. Страховка вашего автомобиля будет стоить в пределах 200 долларов в месяц. Бензин потратите вы, если вы не будете работать в Uber, просто для передвижений. Приблизительно 300 долларов в месяц на топливо. Давайте посчитаем. 2000 квартира. 500 долларов кредит автомобиль. 2500. 300 и 200 за страховку автомобиля за бензин. 3000. 1000 на еду. 4500 вам понадобится по минимуму в месяц. Это те расходы, которые вы будете тратить по необходимости, что у вас не будет возможности от них отказаться. Но реально ли заработать эти деньги? Если вы мужчина взрослый, можете пойти работать, к примеру, автомехаником. Наша зарплата будет составлять плюс-минус 25 долларов в час в месяц будет выходить с подработками в пределах 4000 долларов. Женщина при наличии одного ребенка тоже может пойти работать. Пусть это будет работа партайм, рано утром или поздно вечером. Пару тысяч реально женщине заработать. 3000 долларов. Получается, что 1500 долларов у вас будет оставаться каждый месяц. Это приехав в США, работая на низкооплачиваемой работе, без образования, не обладая экстраординарными способностями. Напишите в комментариях, так ли это, правильно я посчитал и какие расходы были у вас дополнительно.